Более 140 тургрупп зарегистрировали свои маршруты в МЧС с начала года на Камчатке. В их составах путешествовали почти 1700 человек, из них 32 иностранцы и 405 детей. Это группы, которые были задействованы в пешем туризме, на вертолётных экскурсиях, в лыжном туризме и альпинизме, а также в путешествиях на снегоходах. В МЧС напоминают, что у любой самостоятельной туристской группе настоятельно рекомендуют зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности. Спасатели могут проконсультировать о том, безопасно ли пребывание на том или ином маршруте, какая погода там ожидается, расскажут, как лучше экипироваться. В соответствии с приказом МЧС России, туристы должны информировать Главное управление МЧС России по Камчатскому краю не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала путешествия, похода, экскурсии, туристского слёта, соревнования и нового мероприятия, связанного с активными видами туризма. Регистрация осуществляется в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. При регистрации руководителю тургруппы назначается контрольный срок, дата и время возвращения с маршрута. В свою очередь он обязан сообщить в Центр о благополучном завершении похода. В противном случае, если в контрольный срок группа не выйдет на связь, туристы будут объявлены в розыск и начнутся поисковые мероприятия. Спасатели призывают туристов при регистрации внимательно и подробно заполнять маршрутный лист, а именно указывать фамилию, имя, отчество и год рождения, страну проживания и контактный номер телефона каждого члена группы, точное количество людей, номера телефонов двух людей, не участвующих в походе на случай происшествия, точную линию маршрута, информацию о средствах связи и средствах оказания первой помощи, а также о страховочном снаряжении. Эта информация поможет спасателям в случае необходимости качественнее и оперативнее организовать поисково-спасательные мероприятия. Добавим единый номер вызова всех экстренных служб 112. По нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки края, где есть охват операторов сотовой связи.